я получается болтаюсь весь полностью с машиной бац и бампера нету и если честно вот не знаю как вас ребят но кумарит эта функция старт-топ бассе это там колхозе говорят а у нас говорят боус подвеска себя отрабатывает очень круто она все глотает но есть один единственный нюанс который допустим меня напрягает может мы с тобой просто уже старые друзья привет сегодня очередной выпуск нашего канала и сегодня у нас на тесте будет два автомобиля не один как обычно почему два ну хотим посмотреть насколько вам это интересно это мы поймем по вашим лайкам дизлайкам комментариям значит сегодня у нас на тесте два кроссовера один skoda kodiaq 2 ренок алиос почему именно два этих автомобиля ну потому что они во первых одноклассники во вторых они плюс-минус в одной ценовой политики и плюс-минус у них одинаковые показатели насколько один автомобиль отличается от другого мы сейчас с вами в этом попробуем разобраться и начнем с ренок алиос ну как по мне французы немного эту машину конечно перекукарекали каком плане ну прям сильные такие линии сделали намечено метились они куда-то туда гламуру сторону гламура все пестрая все мега современная во всяком случае они попытались так сделать ну что я могу сказать внешний вид лично мое мнение чересчур пафосно skoda kodiaq ну этот автомобиль естественно более сдержанный более консервантивный прямые строгие линии на мой взгляд намного круче выглядит чем рено колеоз моё субъективное мнение никому никому его не навязываю автомобиль на каждый день на котором можно приехать куда угодно ну а теперь давайте посмотрим как этот автомобиль выглядит внутри итак друзья оказались мы в салоне skoda kodiaq но что вам сказать первые первые впечатления ну как по мне все очень здорово германское качество везде чувствуется и она видно качество материалов класс крутяк кнопочки все читаемые все класс монитор посередине крутой большой информативный тачскрин работает очень даже ничего электрический у нас уже здесь идет ручник как бы да если говорить о современных автомобилях могли бы конечно доску приборов сделать там какую-то жидко-кристаллическую или еще что но как по мне очень даже здорово что остается какой-то намек на прошлое тоже красиво смотрится и так ребят сел сам за собой водительское сиденье настроил под свой рост рост у меня на сегодняшний день составляет метр восемь шесть ну что я могу сказать место здесь даже боль больше чем до хрена имеется подлокотничек с подстаканниками ну что я вам скажу вот я сижу сам за собой да но я себя очень комфортно чувствую реально примут на дальнюю поездку можно смело выдвигаться и вы грубо говоря не все очень даже продумано классно сделано есть розеточка 12 вольтовая воздуховодики тут раздельный климат-контроль все очень классно да кстати немаловажные детали есть регулировка сидений то есть я могу либо увеличить багажник либо отодвинуться до конца и сделать тем самым вот этот себе комфортное состояние которое есть на данный момент давайте по теперь посмотрим что у нас рено колес ну что ребят первое впечатление сидушка норм настройки у нас тут все есть настройки электрические кстати да давайте не буду забывать что комплектации этих двух автомобилях немного разные рено колено колес у нас топе а шкода кодиак у нас комплектация получается амбишен насколько я помню и так что здесь ну здесь конечно все немного по навороченней чем кодиаке огромный планшет закос под теслу здесь у нас прибор панелей которые уже тоже современные электронные круизы контроля настройки музыки подогревы руля кстати музыка здесь не модная стоит бассе ну конечно да здесь чувствуется что автомобиль намного современнее внутри во всяком случае он немного больше осовременнее чем skoda кодиаке в плане мультимедии ну здесь вам предоставится возможность для любителей поиграться с электроникой здесь у вас куча будет возможности настроек перенастроек под себя не под себя под кого угодно панорама всегда класс ну я скажу так что солнечную погоду вы не попользоваться не будете потому что вам просто по напросто напечет кукушку ее можно только открывать когда у нас на улице пасмурно что еще можно сказать отделочные материалы на достойном уровне давайте сядем назад посмотрим что там как бы чувствую себя взаги так ребят оказались мы на заднем ряде сидений вот уже здесь у нас есть подлокотничек ну что я вам скажу вместо тут тоже предостаточно на дальнее расстояние будет ехать тоже комфортно регулировок нету вот кстати кодиаке и здесь нету климат-контроль нас раздельный резетка есть даже у нас есть два usb зарядных сетка сзади тоже комфортно до багажник меньше чем кодиаке что еще сказать ну и наверное а вот ребят смотрите еще какая ерунда у нас тут здесь я сел и уперся головой в потолок пожалуйста в кодиаке такого не было но я вам скажу для людей с большим ростом но это реальная проблема но опять же если вы возьмете комплектацию без панорамы то я думаю что у вас этой проблемы не будет потому что здесь реально из-за панорамы очень большой свист на потолке поэтому вот вот примерно вот плюс это или минус скажите вы да ребят еще немаловажная деталь если вы едете на заднем ряде втроем то в колесе вот этот туннель его практически нет он практически уровень с пола с полом насколько я помню в кодиаке там полноценный туннель который будет реально и мешать вам ногам и третьему пассажиру будет не так комфортно сидеть как здесь но в любом случае на дальнее расстояние втроем все равно будет неудобно вы будете ездить максимум вдвоем но факт остается фактом и гол дальше ну что ребят сели в машину все под себя подстроили едем ну первое впечатление сели в большую машину она реально садится в нее кажется что она больших габаритов ну управляется она легко не надо какого-то там особого времени чтобы привыкнуть к габаритам к ее она легко рулится но первое на что я обратил внимание ребят не знаю как мой собеседник это звукоизоляция вот мы сели завелись и слышно двигатели и работу ходовки ну мне кажется на тот уровень на который замахнулись производители рынок алиос они хотели сделать машину более премиальной более крутой ну могли бы а звукоизоляции тоже побеспокоить ну я скажу тебе так если мы сравнивать будем с премиум классом премиум класса автомобилей любые заизолированы лучше но если берем середняки какие-то ну то уровень примерно такой же и более не вопрос но мы едем в топовой комплектации мы едем в топовой комплектации но никто эту машину не позиционирует как автомобиль премиум класса хорошо согласен убедил так что еще но давайте начнем с кнопочек да как многие все любят основные кнопки вот которые тебе экстренно надо воспользоваться в дороге то есть который ты должен тактильно нащупать да это вот допустим подогрев сиденья подогрев руля там века режим переключить они именно кнопки чтобы ты не отвлекаясь от дороги держать за руку там раз руку опустил кнопочку мог даже по счету там нащупать классы ножами а уже какие-то опять же серьезные настройки ты уже будешь крутить здесь на мультимедийном экране хотя я вам скажу что я с вашей согласен я тоже не люблю вот эти вот мультимедийное сенсорное управление потому что оно не тактильное в любом случае надо отрывать взгляд от дороги и смотреть на экран ребят вот сейчас едем по такой дороге и что вам сказать но по бездорожью вы на этой машине будете ехать максимально медленно объясню почему она какая-то сильно валка я надеюсь мой собеседник не может со мной не согласиться реально ее валит и ну там бы ты хотел там в тех местах где бы ты хотел чуть подгазнуть ты понимаешь что ты не можешь этого взять потому что ты сейчас прыгнешь и бахнет головой она может качнуться и вот так бы она проехала за счет от этого качка в момент представляете вы выезжаете где-то в районе бампера бугорок и вы в этот момент приседаете пацкий бампера нету поэтому вам придется ехать максимально аккуратно хотя подвеска вернее полный привод позволяет очень много здесь есть режим лог так называемый который позволяет заблокировать муфту и у вас постоянно будет включен равномерное распределение между передней и задней осью крутящего момента и муфта в этих случаях когда стоит режим лог она не перегревает в той же шкоде в той же шкоде там если очень долго по грязи и побуксовать то можно перегреть муфту и в этом случае вы останетесь только перед ним ребят их дополнение бездорожью я могу сказать однозначно что на этой машине что на той вы останетесь без бомберов если вы будете сильно форсировать свои передвижения по неровной дороге ну как мы уже говорили человек который выбирает такой автомобиль для себя как покупку и собирается эксплуатировать он должен понимать одну простую вещь это не внедорожник который там для форсирования каких-то супер оффроуд трасс и так далее хорошо давай это больше скажем так это городской автомобиль с возможностью повышенной проходимости какие-то моменты какие моменты вы утром вышли машина стоит в сугробе занесена снегом вместо того что там лопатой два часа копаться вы ее просто заводите включайте полный привод и спокойно выезжайте плюс такой полный привод достаточно неплохо помогает с управляемостью машины на скользких дорогах кто пробовал это тот поймет о чем речь вот смотри ты сел машину или я когда услышал некую жалобу на коробку передач но это такой психологический момент потому что это вариатор и он несколько по-другому воспринимает у тебя постоянно высокие обороты на разгоне и как и как бы ты не можешь понять почему все время надежно но если честно я имел ввиду что когда ее взял и начал переключать она мне показалось какой-то хлипкой но она реально она все ее всю болтает то есть не тут этой жесткости переключения поймешь если честно вот не знаю как вас ребят но умарит эта функция старту не понимаю ее предназначение и вообще есть ли в ней смысл или и экономит ли она что-то ну да она экономит я думаю что где-то в среднем на 100 километров она вам поможет экономить 150 грамм бензина или солярки и полностью выбесит вас и вымотает всего реально выдрать просто я вам скажу честно вот на какой и тебе паша скажу честно вот на какой бы машине я не ездил а ты знаешь я на многих еду в тестовом режиме первое что я делаю я нахожу где отключается эта функция и сразу по моему мнению ребят опять же это мое личное мнение бестолкового на ворот до на ворот должен быть будет мы как говорят по секрету механики которые ремонтом занимают что эта функция очень так удачно убивает аккумулятор скажи мне пожалуйста вот ты сел едешь по дороге как она тебе по управляемости ну если честно такая на хляпка какая-то развалина я не могу понять она обратная связь на руле ну ты четко вот мир от меня еще как меня ведет мне кажется где-то надо дорабатывать все равно руками все это дело потому что удар потом только какое-то последствия которое выходит на руль и ты это ощущаешь хорошо давай я скажу свое впечатление а ты мне скажешь так у тебя или нет я когда еду на этой машине вот у меня есть какой-то такой момент когда я захожу в поворот да вот мне кажется что у нее есть какая-то энергия то есть не вот я руль поворачиваю и моментально машина реагирует вот я как запасного идет действия потом только ощущение они тут так нету вот конкретно она что-то я повернул и она пошла мне такое ощущение что я повернула она только потом идет но с другой стороны смотри здесь и руль легче а мы знаем что вот регулировка настройки рулевого управления это некая компенсация между вот этой острой управляемостью и мягкостью руля обратно обратным противодействием от колес до от дороги и поэтому я думаю что это вот такой некий компромисс они посчитали что лучше мы сделаем его чуть мягче до некая инертность есть но человек в принципе к ней привыкает зато ему кажется что она более комфортно я тебя услышал а теперь смотри вот я вижу ты видишь как он работает и как машина себя ведет какой замок какой оборот руля и какой поворот кузова да но никто не заявлял что это спортивный ребята я могу сказать еще такое что по трассе вам реально будет на этом автомобиле ехать комфортно по бездорожью вот сиденья сделаны ну поддержки практически нет вот я еду переваливайся я весь юзает поэтому сиденье у меня как бы не держит этот ковш так называемый до чтобы как-то мне было более комфортно я получается болтаюсь весь полностью с машиной но я тебе скажу что для меня настройки автомобиля как по подвеске так и по рулевому они ближе к автомобилям рассчитанным на американский рынок вот когда садишься на американцев где-то те же ощущения и поэтому опять же это все на любителя мне кажется хотели сделать максимально его комфортно но скажу тебя так я люблю американские настройки я люблю эту некую вальяжность но в условиях когда я просто езжу и никуда не спешу если же мне на уикенд драйв куда-то хочется поехать и прохлестнуть то хотелось бы иметь машину более острую с более жесткой сбитой подвеской и с более жестким рулевым управлением у нас тут офигительно офигительно ночью светится подсветочка ночью иллюминация вопросов нет мы можем поменять это все настроить все будет красиво вот неплохая музыка кстати правильно говорить не боссы а баус музыка она достаточно хорошо звучит единственный момент ребята если она здесь в этом автомобиле звучит плохо значит уже че-то кривые ручки там уже пошаманили покрутили что ставьте все по умолчанию ставьте нормальный трек и музыка здесь звучит великолепно итак друзья пересели в шкоду кодиак ну что я вам хочу сказать вот сел первое на что обратил внимание являлся в сиденье она меня хватило очень удобно ну и эргономика салона конечно просто я не знаю поверьте это непредвзятое отношение к рано это реальное ощущение от мы сели и мы все ли качественные как по моему мнению дорогой автомобиль но все сделано прямо с подгоночкой четенько вообще класс очень нравится этот момент когда я спорить не буду и объясню почему мне салон нравится больше как я уже отметил когда мы ехали колеусе вроде бы как пластик хороший это его на ощупь трогаешь он нормально ну во первых в нем есть какой-то блеск такой непонятный не всегда блестящая пластмасса на несколько дешевизной сочетания намного приятнее но отлично для меня блеск в пластмассе это какая-то дешевизна это первое во вторых я наверное ну может я не знаю я такой человек мне нравится более такая как какие-то варианты классического дизайна когда все такое вот строго минимализм минимализм ровная линия вот тебя есть панелька вот все сорвался но опять же все на любителя колеусе ребят все поздно здесь очень много очень много сторонников колеуса которым очень нравится их не дизайн особенно среди молодежи провели мы с тобой просто уже старые может быть направили видишь ребята сразу вам хочу сказать что вот первое прямо то что бросается и ты прям это реально ощущаешь это жесткость автомобиля ходовка здесь гораздо жестче чем на колеусе но я вам должен сказать шумоизоляция здесь конечно они над этим поработали шумоизоляция очень классно вообще двигателя но я его практически не слышу на карты ну прямо все супер но но остро ощущается то о чем мы говорили в колеусе вот не тут этой валкости мы едем четко и там автомобили и то что касается остроты руля до отзыва обратного отзыва вот здесь вот смотри ну как бы мне кажется здесь это немного по-другому выглядит нет это то о чем я говорил здесь получается так ты поворачиваешь руль ты предполагаешь поведение машины да зовут этим поворотом и она моментально это делает действие чуть повернул руль моментально машина ушла в сторону чуть повернул обратно она тут же вернулась на полосу четко понимаешь какая там поверхность какая у тебя сцепление с колесами но это вот более такая спортивная настройка поговорим о приборке да здесь стоит обычная так сказать старизна да или как правильно сказать классика классики приборы имеем тахометр мы имеем спидометр и мы имеем дублированный электронный спидометр но опять же это все по настройке вы можете выставить будет у вас показывать километры час будет расход как вам удобно мне удобно чтобы было показано скоро и надо отметить что очень грамотно прописаны цифры вот они не крупные и не мелкие но очень очень взгляд бросился четко видишь 80 километров часом 100 ты едешь сколько все четко вот просто малейший взгляд ты уже все все понял все увидел классика это как часы знаете не надо цифры переварить сколько там времени значит сколько ты уже эксплуатируешь этот автомобиль ну я на нем проехал 10 тысяч тысяч километров ты я так понимаю где-то половину времени его эксплуатировал городе половина по трассе но смешанный цикл да и в городе на трассе вам я могу сказать с уверенностью что он эксплуатируется практически одинаковым но я много передвигать как и в городе так и по трассе меня интересует поведение этого автомобиля именно вот на плохих дорогах нас часто да на трассах мы можем такую зубодробилку встретить как и подвеска вообще отрабатывает носит ли машину кидает ли и умные подвеска себя отрабатывает очень круто она все глотает но есть один единственный нюанс который допустим меня напрягает это очень и жестко все это ощущаешь то есть она жестко это отрабатывает она отрабатывает но ты это конкретно чувствуешь но держит дорогу на трассе она идеально вообще то есть грубо говоря это не спортивный автомобиль и не легковой да это кроссовер но если у нас есть хорошая дорога я на ней разгонял 200 км в час она идет спокойно и уверенно она держит то есть у тебя нету просто физической усталости когда ты долго на ней абсолютно вообще комфортные автомобили и по трассам на передвигаться но в моих для меня в удовольствии а скажи мне пожалуйста вот смотри там четко заявлено что стоит в клеосе система боус до этого пиши стала надо говорить полус полоса это там колхозе говорят а у нас лет пол так как мы ребята в колхоза пусть будет пасы ну так как мы ребята из колхоза которые уже уже стали стали городскими и пилы воду пуль башками то будем казать и боус смотри там допустим на не заявляю что если система боус ты послушал и сказал что в принципе в колеусе музыка играет неплохо да я послушал тоже сказал ну уровень неплохой главное туда корявыми ручонками не лезть аквалайзер не крутить и хороший треками а вот здесь они не написали тут никаких никаких брендов да ну сам уровень вот звучанием музыки я не меломан знаешь не могу вот если в сравнении с колеус не хуже это точно ну сто процентов не хуже но что я для себя заметил качество звука хорошая но почему-то вот хочется громче но громче она не игра не могу понять почему делаешь на всю и нет вот этого знаешь адреналина хочется еще сделать громче а громче уже не делал а скажи по по климату насколько корректно здесь работает климатическая установка но смотри вот ты поставил 22 градусов вот те цифры которые здесь это реально полное соответствие полное и фактически ничего не потребляю вообще ничего вообще то есть климат работает здесь по мне очень даже круто и идеально то есть если это 22 то это 22 это 24 то это я понял я я вам объясню почему мы когда разговариваем о шкоде все время говорим немецкий автомобиль а говорим мы по той простой причине что какое бы название не имел и дизайн там исполнения по сути это те же моторы те же коробки тоже подвеска которая стоит на аналогичного класса и размера автомобилях volkswagen seat и так далее ну короче все кто ходит volkswagen group и как бы они там что нам не рассказывали вот вся эта начинка вся эта подгонка деталей качество материалов и так далее оно соответствует высочайшему уровню вот немецкому кайда говорят это настоящий классический немецкий немецкое качество так вот немецкое качество это как раз и выражается в том что есть определенная аскетичность и очень высокий уровень при этом опять же повторюсь и могу повториться 10 раз это качество материалов и качество подгонки всех этих деталей да я могу сказать это хороший немецкий автомобиль который выпускается в школе но скажу вам по секрету что конкретно этот автомобиль вообще выпускался в украине да мы нашли шельки где написано сделано в украине сроду покупали на говорит ли что он идет именно оттуда но это не значит что он чем-то будет хуже или у него что-то там не так сделано потому что за качеством на наших сборочных заводов которые находятся на территории украины следят все равно немецкие инженеры ну что я вам еще скажу skoda kodiaq это ну наверное соотношение цены и качества можно смело это об этом говорить что то то что вы покупаете за эти деньги это стоит этих денег мое личное ты как считаешь да если вам нужен именно автомобиль с немецкими корнями и сделано в должном уровне то это skoda но вы должны понимать что вы за это переплатите то что если мы будем сравнивать в ценовом диапазоне колео и kodiaq то несмотря на то что у нас колесу в топовой комплектации да это ambition кодьяк будет дороже дороже если сравнивать равные комплектации равные комплектации то разница в цене будет от 3 на низких комплектациях до 6000 долларов на самых топовыми но тем не менее как показывает статистика количество людей готовых переплатить на немецкое качество очень даже очень немаленькое количество ребята короче ребят я вам скажу так вот смотрите вы нас слушаете но в любом случае для того чтобы вы для себя поняли что для вас лучше колес или skoda я вам рекомендую поехать на тест-драйв того и и того автомобиля и сделать только тогда вы сможете понять о чем мы сейчас говорим и сделать свои предпочтения выбор выбор за вами мое мнение такое мне понравились обе автомобили но они абсолютно разные при том что они в этом классе они примерно похожи у них примерно одинаковая динамика но они по-разному настроены это классические это классический немец то классический француз но настроенный под американцев по на американский манер куда он такой немножко расхлебанный дал немножко балки но для многих это уровень комфорта а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok